Этот проект реализуется как после подписания меморандума между МЭРТом, фондом гарантирования вкладов NWU Transparency International и при поддержке Western NS Enterprise фонда мы строим прозрачную систему продаж Косактива. Называется она прозоропродажа. Это общее описание структуры системы. Чем мы отличаемся от текущей системы, которая работает с фондом гарантирования вкладов? У нас есть центральная база данных. Сейчас фонд работает с организаторами торгов, которые являют собой отдельную базу данных с отдельным модулем аукционов, с отдельным регламентом, правилами и своей клиентской базой. У нас же все централизовано, в том плане, что у нас есть центральная база данных, видите, ЦБД написано. В ней находится модуль аукционов, в котором все участники торгуются. И есть API, это набор команд, по которым сайты, которые предоставляют услуги участникам, регистрируют своих пользователей и приводят их в центральную базу данных, в которой опубликуются все лоты. Таким образом, все лоты, которые вводятся через один, любой из сайтов, подключенных в центральную базу данных, они оказываются в центральной базе данных и потом видны же на всех других сайтах. Поэтому мы уходим от такой диверсификации, когда для того, чтобы человеку найти было лот, надо было зарегистрироваться на 30 биржах, ему можно следующий слайд. Ему достаточно теперь просто зарегистрироваться на одной, и он будет видеть все, что находится в центральной базе данных. Точно так же он может ставить ставку на любой из понравившихся ему площадок, она выпадает в центральную базу данных, и все участники торгуются в едином модуле аукционов. То есть со всех разных площадок, которых сейчас подключено к системе 12 штук, они торгуются в одном месте. Таким образом, получается очень эффективная система, которая повышает конкуренцию, а выше конкуренция, значит и выше цены в продаже. Можно следующий. Вот примерно тут описано, как это происходит. Система полностью дееспособная. И вот буквально с прошлой недели мы уже распределяем лоты как в системе Прозора, так и в НИНИЮ. Как вы знаете, у нас есть площадки, которые аккредитовались как независимые площадки. И часть площадок у нас аккредитовались как часть системы Прозора. Поэтому мы сейчас после новой аккредитации уже ведем новое распределение лотов. Для первоначальных аукционов, как вы знаете, у нас период 21 рабочий день между объявлением аукционом и его началом, для того, чтобы у рынка было достаточно времени ознакомиться с активом, для повторных аукционов это всего лишь 10 рабочих дней, только для того, чтобы у покупателей было достаточно времени зарегистрироваться на новый аукцион. Поэтому мы увидим продажи после новой аккредитации как в системе Прозора, так и в НИНИЮ уже ближайшие две недели. Система очень хорошая. Она должна поработать пару месяцев, потому что существуют вопросы, действительно ли эта система технически закрывает все проблемные стороны, которые мы видим сейчас при работе независимых площадок. Дело в том, что часть жалоб, которые приходят к нам, мы откровенно видим, что они носят иногда клеветнический характер. Поэтому нам нужно пройти этот путь хотя бы пару месяцев. Опять же, это не моя личная точка зрения, но я понимаю людей в фонде, которые переходили с, скажем так, аукционов с закрытыми конвертов физических в электронные аукционы. Это был, насколько я понимаю, год-два назад это был очень болезненный процесс. Когда клиента заводили в комнату, где она ознакомилась по закрытому печатанию, значит, с документами. Возможно. Вы эту систему знаете лучше, чем я, поскольку меня не было в тот момент в фонде. Но, насколько я слышу от людей, которые работают в фонде дольше, чем я, здесь работаю всего лишь 9 месяцев, это был болезненный процесс. На нем учились, набивали какие-то шишки, потом пытались их устранить при построении систем электронных торгов. Сейчас я прихожу, представляю команду Прозора, внутри фонда я говорю, вот мы готовы запустить абсолютно прозрачный, справедливый аукцион, на который невозможно повлиять извне. Администратором этой базы данных является Transparency International, который является мировым эталоном антикоррупционным, поэтому всякую клевету по поводу манипулирования модульом аукциона, скорее всего, очень сложно будет создать против такой организации. То есть мы считаем, что мы предложили самое лучшее, что только может быть создан для этой системы. Но фонд большая организация, и все хотят убедиться, что действительно так оно работает. Если говорить о финансовом рынке в целом, какой из органов является наиболее коррупционным, я отвечаю периодически, это все-таки фонд гарантирования вкладов. На сегодняшний день продолжает распределяться лоты достаточно непонятным участникам торгов принципа, почему там на одни площадки идут одни лоты, на другие другие. И даже если там нет коррупции, то подозрения участников всегда в этой коррупции существуют, потому что кому-то что-то попалось хорошее, кому-то что-то попалось плохое. И насколько быстрее фонд гарантирования сможет перейти на полную систему продаж через Прозоро, тем скорее любые обвинения в коррупции в сторону фонда будут отпадать. Точно так же, как мы настаивали на том, что Национальный банк должен показывать полностью историю рефинансирования, кого он под какие ставки и под какие залоги рефинансирует, с этого момента подозрения в коррупции, кому-то дали рефинансирование, кому-то не дали, отпали Национальный банк. Это точно так же должно произойти в фонде гарантирования вкладов. Продолжение следует...